Заключено соглашение по условиям которым ему предоставлялось 4% вознаграждения на авторские права. Я разговариваю, все тихо. На авторские права. И изобретатель хотел 5%, но в итоге они сговорились на 4%. И теперь изобретатель использует возможность, когда он организует свое предприятие, где-то производственную площадку и производит оборудование, но оно отличается от того, которое было предложено в качестве авторских прав промышленному предприятию, которое идет на потоке. Вот так я эту ситуацию поняла. И промышленное предприятие сейчас воздержалось от уплаты вознаграждения изобретателю в силу того, что они, официальная версия, которую они придерживаются, о том, что они должны себя защитить для того, чтобы не растить конкурентов, для того, чтобы не растить себе конкурентов. Таким образом они его пытаются удержать, наказать. Какие синонимы еще можно показать? Спасибо, Инна Владимировна. Давайте я внесу небольшое уточнение в описание этой ситуации. С одной стороны, это изобретатель, который обладает патентом на изобретение. Я напоминаю, патент может быть выдан в отношении изобретения промышленного образца. Изобретение – это что-то законченное. Это, например, печь, как мы видим. А промышленный образец – это исключительные права на определенного рода изделия, деталь, внутри более сложной составляющей. Право собственности у изобретателя было зарегистрировано, и на руках был патент. Действуя на основании этого патента, он заключает лицензионный договор с заводом. Лицензионный договор предусматривает не исключительную передачу лицензии. Скажем, допустим, я изобрел стул. Первый, кто изобрел стул. Я могу заключить договор со Светланой и одновременно с Инной Владимировной. И вот такой вид лицензии будет предполагать не исключительную лицензию. Могу с Евгением Анатольевичем заключить договор. И из каждого, я лицензиар, заключаю договор с лицензиатом. Лицензиат – это тот, кто вправе сидеть на стуле образца моего изготовления. Понимаете? И за это предполагается внесение лицензионных платежей. Лицензионные платежи могут выплачиваться единовременно. Тогда это называется паушальный платеж. Один раз заплатили за право и ушли. Может вноситься периодически. Допустим, ежемесячно, ежеквартально. В этом случае royalty. Royalty. Предполагают специалисты, что происхождение этого термина следует еще из средних веков. Потому что изначально патенты не имели прямого отношения к изобретательству. А они больше означали королевскую милость. Вот в Англии. Которая предполагает определенному лицу привилегии. В дальнейшем, по мере того, как наступили времена просвещения, и весь мир осознал преимущество. То есть возникла промышленная революция. Развитые капиталистические страны стали понимать, что изобретатель должен стимулироваться за то, что он делится... Я не могу сейчас говорить. Перезвонил. ...за то, что он делится своим изобретением, сообществом. И поэтому на определенный срок, на 20 лет, ему выдается патент. Исключительное право. Право исключать других, как шутят правоведы. Право исключать других и требовать вплоть до уничтожения контрафактных изделий. Контрафактные изделия – это те изделия, которые произведены с нарушением патента. Вы наверняка сталкивались с контрафактные диски. Потому что в основном, как мы видим в газетах или по телевидению, «Вот, завели контрафактный товар, пересекли таможенную границу, уничтожают контрафактные диски». Итак, изобретатель может потребовать признания права, возмещения убытков, дальше вплоть до ликвидации предприятия-нарушителя авторских прав. Вот такой большой объем у него есть, предусмотренный в российском законодательстве. Теперь опять вернемся к этой ситуации. С одной стороны, есть изобретатель. У него есть не только патент на руках, но и свидетельство о регистрации прав на товарный знак. Помните носорога? Итак, носорог – это и есть его товарный знак, даже больше, чем эмблема. Эмблема может быть связана не только с товарным знаком. Например, в случае некоммерческих организаций может зарегистрировать эмблему, логотип, причем это даже не оплачивается пошлиной, и дальше размещать эмблему, логотип на своих изделиях. Это допустимо. Товарный знак предполагает обязательно государственную регистрацию, и он предполагает наступление защиты всех правовых последствий после того, как в реестр этот товарный знак внесен. Но товарный знак на каждой печи, если вы посмотрите этот видеоклип заново, на каждой печи конкурирующей, то есть вот этого завода-изготовителя, был укреплен прямо на лицевой панели товарный знак без всяких оснований. Соглашение об использовании товарного знака не было достигнуто между сторонами. На рекламе, счетовая реклама по городу, тоже товарный знак использовался вовсю, причем сами производители печей, завод, изготавливающий печи, пояснял эту позицию. Но ведь это наш товарный знак. У вас свой товарный знак, у нас наш товарный знак. В отношении печей, но это же наши печи. Понимаете, мы туда внесли небольшие конструктивные улучшения, и поэтому мы, собственно говоря, ваш патент не нарушаем. Вот такая логика. Хотя, обратите внимание, если вы откроете Гражданский кодекс, часть 4, и посмотрите определение изобретения, изобретение должно обладать некоторыми обязательными признаками. Во-первых, это новизна. Новизна это означает, что изобретение раньше... Новизна должна быть абсолютной во всем мире. Во-вторых, там должны быть инженерные решения, которые не являются тривиальными. То есть, тот пример, о котором я говорил, стол, стул, вот это достаточно тривиальное. То есть, это то, что следует из всего опыта человечества, и никто, собственно говоря, не собирается получать изобретение на такие изделия. Но если в традиционном, традиционной инженерии конструкторы не представляют себе такие решения, то тогда вот этот изобретательский уровень, изобретательский уровень, он и ценится. В каждом изобретении должен быть изобретательский уровень. Просто сделать дополнительные разрезы на печи, или несколько по-другому поменять узлы этой печи, недостаточно, чтобы утверждать, что создано принципиально новое изделие. Но даже в этой ситуации, на самом деле, у интересов сторон были... Конечно, было желание остаться работать на рынке. У изобретателя, конечно, большая любовь к новаторству. Ему интересно сосредоточиться в области неокор, научно-исследовательских и конструкторских разработок. У завода более прагматичные интересы. Он хотел бы производить этих печей как можно больше. И на заводе существуют целые отделы, которые занимаются маркетингом, логистикой. Они могут дешево закупать комплектующие у поставщиков, потому что в больших количествах производят. И, собственно говоря, они хорошо знают бизнес. Поэтому, объективно, мне кажется, между изобретателем и заводом может быть сотрудничество. Но когда, как уже сказала Инна Владимировна, завод возразил, мы не хотим кормить конкурента под боком, здесь тоже возникли своего рода опасения, потому что на полученные платежи лицензионные, которые оказались довольно щедрыми, изобретатель обосновал свой малый бизнес. Возможно ли это с точки зрения закона? Я отвечаю, возможно. Во-первых, лицензия не исключительная. И даже вот есть такое понятие «право прежде пользования». Я могу ошибаться здесь в тонкостях, но смысл вот какой. Даже по исключительной лицензии, если раньше производитель, изобретатель производил некоторые изделия в определенном объеме, то после передачи этой лицензии другому, он все равно может производить свои же изделия в том же объеме. Все это направлено на то, чтобы повысить конкуренцию на рынке, чтобы не было дополнительных барьеров по выходу продукции на рынок. Вот с этой точки зрения законодатель предусмотрел такую возможность. Давайте мы сейчас, если вы не возражаете, постараемся распределить роли и отыскать возможность достижения медиативного соглашения в этой ситуации. Как вы слышите меня? Я отлично слышу. Я отлично. Хорошо.